Только с 1 октября по 31 декабря 2013 года легендарный внедорожник Ford Explorer по специальной цене от 1 миллиона 699 тысяч рублей, включая особые условия при покупке по программе бонус за трейдинг. Подробности по телефону 8800. Спасибо большое. Тем временем, Армадановский заговорил про амнистию для мигрантов. Амнистию в отношении чего? Мигрантов. Нет, а по какому вопросу амнистии? Она амнистия, это единственная цитата, которая есть. Никакого добра не даст, а создаст лишние проблемы. Ну, видимо, имеется в виду, как в США, там, те, кто, не знаю, приехал несколько лет уже. Нет, ну они гражданство, они их нейтрализуют. А у нас-то чего? У нас они нарушают трудовое законодательство, а не миграционное. Миграционный, то есть безвизовый режим, поэтому... Где вы всё это нашли? Умереть, не ввижимость нашли. Звоните 961005. Работайте с профессионалами. Улиц недвижимость 961005. В новом номере журнала «Эксперт». Тема недели «Нобелевские лауреаты». В продаже с 14 октября. Для лиц старше 18 лет. Самая настоящая работа для смелых и умных мужчин. Министерство обороны Российской Федерации проводит отбор граждан России... Особенно умные там можно. Там вот, да, исключительно докторанных, да. Я считаю, да, вот умные, там точно их не хватает. На службу по контракту в вооружённые силы Российской Федерации. Чтобы стать контрактником, тебе необходимо зайти... Вот так вот ещё тёл кандидатскую контрактника. ...или обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту или в военный комиссариат по месту жительства. Пройти все необходимые испытания и ты у цели. Стань контрактником. Не ты у цели, а у местных защищений. Ты вместо цели, да. Эту программу транслирует компания «Синдивизор». Радио «Эта Москвы» и компания «Артельяй» представляют программу «Особое мнение». 17.08 в Москве. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Оксана Чиша. Особое мнение сегодня представляет Сергей Алексашенко. Экономист Сергей Алексашенко, Сергей Владимирович, здравствуйте. Добрый день, Оксан. Напоминаю, телефон для ваших смс-сообщений. Плюс семь, девять, восемь, пять, девять, семьдесят, сорок пять, сорок пять. Или твиттер-аккаунт «Вызванный» или сайт «Радио «Эхо Москвы»» www.echo.msk.ru Присылайте свои вопросы. А начнём мы с сегодняшней, наверное, главной новости для многих. Кировский областной суд, который заменил реальные сроки для Алексея Навального и Петра Офицерова на условные. Для вас это неожиданное решение? Нет. Честно говоря, я прогнозировал такое решение. Я считал, что это наиболее рациональное решение с точки зрения власти. Потому что реальный срок, даже если это один год для Алексея Навального, это был риск появления очередной демонстрации несанкционированного протеста в центре Москвы. Власти вот сейчас точно ничего не надо. Это выхода тысяч людей на улицы города Москвы. А выход были? Ну, он же был летом. Он же был летом, там, 18-го, по-моему, июля. Не важно, там, 10-15 тысяч было тогда, ну, 3 или 5 тысяч, они тоже в состоянии перекрыть охотный ряд у Государственной Дома. И власть понимает, что вот после того, что там неделю назад, несколько дней произошло в Бирюлево, еще выход людей в центре Москвы, там есть и, там, в Бирюлево есть и сторонник Алексея Навального по ряду лозунгов. Собственно говоря, власть повелась абсолютно рационально. Абсолютно рационально, потому что и овцы, и волки целы. Судьба Алексея Навального, как политика, висит в воздухе, потому что, насколько я понимаю, у юристов нет однозначного толкования. Имеет он право избираться, не имеет он право избираться. Вроде, если читать Конституцию, то имеет. А если читать закон, то не имеет. Ну, вот, в общем, собственно говоря, да, и не надо забывать, что у Алексея там есть еще несколько дел, по которому он все равно будет продолжать ходить, и ему там угрожают новые суды. Поэтому, вот, собственно говоря, власть пошла по пути откладывания решения этого вопроса на потом. Не да, не нет, знаете как, ни мира, ни войны. А Навального держать на крючке? Пока так. То есть, ситуация для Алексея явно не у... Ну, она лучше, конечно, да. Собственно, он до сегодняшнего приговора был на свободе, правда? Ну, собственно, для него она не изменилась, не улучшилась, не ухудшилась. Ну, вот, для него эта ситуация не изменилась, не улучшилась, не ухудшилась, но, честно говоря, я посмотрела за реакцией в соцсетях на это решение, и там вот одни спорят, что это победа, это победа, что он остался на свободе, другие говорят, что, ну, какая же победа, он все равно признан вину. Нет, это не победа. Это точно совершенно не победа. Это торжество абсурда российского суда. Потому что в уголовном процессе не было ни одного доказательства хищения у компании под названием «Киров лес». У нее ничего не украли, у нее купили продукцию, эту продукцию оплатили. Соответственно, там в этом уголовном деле не было никаких доказательств того, что Алексей Навальный каким-то образом причастен к финансам в авиатской лесной компании, которая якобы что-то украла. Вот это очередное использование суда в политических целях. То есть вот если государство считает нужным разрушать авторитет суда, то вот сегодня оно его, конечно, разрушило. Поэтому с точки зрения общества, ну, конечно, это поражение. И теперь понятно, что вот если использовать как там прецедентное право, если вот по аналогии с делом «Киров леса», ну, можно вообще, я уже говорил об этом, можно любого человека посадить в тюрьму. Я пошел в магазин, купил пакет кефира, отдал своей маме, мама его выпила. Меня арестовали за то, что я там украл, я нанес ущерб. Да, 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 я вместе с мамой нанес ущерб, потому что я забрал бутылку кефира. Нет, ну, вот смысл. Это они же не стоили. Смысл, ну, а там еще скидка какая-нибудь была. Воспользовался какой-нибудь дисконтной картой, мне что-нибудь со скидкой продали, да. Вот, собственно, смысл делал «Киров лес», он именно такой. И вот если совсем углублять ситуацию. Поэтому никакой победы с точки зрения вот общества здесь не произошло. Общество потерпело катастрофическое поражение. Да, и наше государство, ну, оно, я не знаю, там еще один, там, как основополагающий камень из-под нашего государства выбит. То есть оно там все больше и больше подрезает в трясину, в такую пучину бесправия и отсутствия защиты прав человека. Сергей Алексашенко и его особое мнение. Перейдем сейчас к еще одной крупной теме. Это все-таки история с Берелева. Если позвольте, зачитаю вам вопрос от нашего слушателя Ильи. С одной стороны, власть не мешает, мягко говоря, разжиганию междунациональной розни. С другой стороны, не признает такой проблемы. Владимир Путин однозначно заявляет, что визового режима не будет. На ваш взгляд, в чем коренные причины событий в Пугачеве, Кондопоге, Берелеве? Провокация, манипуляция или просто народная реакция? Ну, вы знаете, вот я задал такой вопрос, что я боюсь, там, за две минуты подробно не ответишь, да. Говорить надо долго. Попробую. Все-таки тема очень важная и серьезная. Я считаю, что, вот если говорить по-крупному, то причина Берелевских событий, их две. Первое, это полное отсутствие доверия к милиции, к полиции, к правоохранительным органам. То есть, вот граждане Российской Федерации, жители, в частности, города Москвы, они не верят в способность полиции решить защищать людей, искать преступников, наказывать их. А этот кризис доверия, он, разве, не шире, мне кажется? Он шире, нет, он шире, мы сейчас обсуждаем конкретно этих, да. То есть, вот люди, обычные люди, сталкивались с проявлениями убийства на бытовой почве, в которую замешан национальный мотив. Сейчас я повторю, вторую часть национальный мотив и перейду. То есть, люди сталкивались с темой убийства на бытовой почве, готовы устраивать самосуд сами. Причем просто готовы бить и крушить все подряд. Как символ недоверия государству. Понятно, что там пострадал один человек, да, там его семья. Там горевали на народном сходе другие, а воспользовались всем этим делом третьи, которые громили торговый центр и что-то там пограбили. А потом еще ходили просто там по городу и наводили страх просто, чтобы получить, там, материализовать свои, там, животные страсти. То есть, вот на самом деле, ну, смысл в том, что люди не верят. А почему это там никто всерьез даже не пытался остановить? Почему ОМОН там разбегался? Ну, потому что, ну, вот ОМОН, он может только на болотной площади, да, где выходят мирные, где они там демонстранты, где ОМОНовцы там неделю готовятся, проводят учения, где их накачивают непонятно чем. А почему такая мягкая реакция под подробничком? Сейчас, сейчас, это реакция под подробничком, давайте мы сейчас разберемся с причинами. Вторая, это первая причина, это общее недоверие к полиции и, в частности, государству в целом. А вторая часть, опять я на эту тему много говорил, наши государства и политические руководители последовательно много лет нагнетают национальную рознь. Потихонечку, и сплавдоль вспомнить, у нас там были лица кавказской национальности. Понимаете, у нас был там предыдущий мэр Москвы, который постоянно говорил, а вот эти лица кавказской национальности. Я читаю вчера, по-моему, интервью нынешнего мэра, да, который говорит, эти выходцы с Кавказа, извините, это он про кого? Я хочу напомнить, что Северный Кавказ, это вообще часть территории Российской Федерации. Субъектов Российской Федерации. Там несколько субъектов Российской Федерации. Более того, Южный Кавказ, например, город Сочи. Так он вообще там, Краснодарский край, вроде как считается территорией такой, ну, ненациональной даже, да. Вот мэр, он позиционирует себя как политик, хоть он не Робеспьер, но он, в общем, политик федерального уровня. Вот это и есть разжигание национальной вражды. Это особенность, скажем так, авторитарных режимов, диктаторских режимов тоже, к поиску врага внутри себя, внутри своей страны. Вот для населения, чтобы оно населением поддерживало власть, должен быть внешний враг, должен быть внутренний враг, обязательно. То есть должен быть объект, перед лицом которого есть возможность объединиться. Объект, который нас пугает, который нам угрожает. Да, вот должен быть, ну, это не объект, субъект. Да, то есть должен быть кто-то, кто хочет... Вот почему у нас все плохо? Ну, потому что есть кто-то, кто нам мешает. Да, и самое главное, ну, собственно, «Без жидов спасая Россию» же известный лозунг, да? И он, в общем, никуда не исчезал. Это начинается там с Бирюлёва, Таварного, да, и там выходцев с Кавказа. Собственно, очень заканчивается сто лет назад, нужно посмотреть российскую историю. И это называется погром. Вот то, что мы видели в Бирюлёве, это был погром. И он, вот с моей точки зрения, абсолютно спровоцирован нашими властями. Вспомните вот эту предвыборную кампанию на выборах мэра Москвы. Ну, собственно, эта тема трудовых мигрантов, она вообще была чуть ли не главной темой, вокруг которой спорили и там сходились во мнении все кандидаты. Ну, лагерь Гальянова, да, он был такой на знамени предвыборной кампании. Ну, он был в лагере Гальянова, да, там все депутаты, все-все кандидаты, они на эту тему отговорились, да? Они все там один жестче другому предлагал меры. Поэтому я считаю, что вот причины, они в этом, да? Но ведь выборы прошли, зачем опять? А враг-то нужен, а ситуация не улучшает. Вы понимаете, вот эта бацилла нацизма, национализма, не знаю, фашизма, как ее называть правильно, она же очень, извините, вот образное такое выражение, но может быть не очень приличное в эфире. Это как взять пучку дрожжей и вот в туалет там сортирте пачку бросить. Вот вы взяли, вот, ну, вроде бы сама по себе пачка дрожжей вещь не страшная. Вот когда вы туда бросаете, впоследствии они, постепенно, они выйдут на поверхность. И их убрать будет очень тяжело. Вот эта бацилла, которую потихонечку наши власти подбрасывали в обществу, она дает свой эффект, она дает свою отдачу. Да, и достаточно вот, ну, собственно говоря, опять, не хочу никого защищать, да, там, ни убийцу, там, не знаю, в чем смысл споры, там, судя по прессе, там, просто пострадал, там, достаточно безвинный человек, да, хотя там надо, никаких результатов следствия еще нету. Ну, вот, это явно, да, что вот там убийство на бытовой почве не повод, да, вот для такого массового погрома. Но, тем не менее, это вот в нашем обществе, считается, уже стало нормой. И громить надо чужих, инородцев, потому что от них все беды. И это абсолютно четкая позиция властей. А теперь, там, у Ильи, там, следующая часть вопроса, она касается Путина и его позиции об отмене ВИС или не об отмене ВИС. Ведь, вот, у нас такая страна Российской Федерации, да, что трудовые мигранты к нам едут из, в основном, только из соседних стран. Из бывших стран Советского Союза, стран СНГ, то, что мы называем. Есть, конечно, там, из Вьетнама немножко, есть из Китая, но в основном... Но масштаб абсолютно несопоставимый. И понятно, что эти люди едут ровно потому, что они владеют русским языком, в той или иной степени. Да, и понятно, что они согласны работать за гораздо меньшую зарплату. Вот, безвизовый режим, это одно из основополагающих, как нехорошо, одна из краеугольных основ того, что называется Содружественное Невероятное Государство, и вообще всей российской политики на территории постсоветской. Что один из реально работающих элементов СНГ, это безвизовый режим. Доступность въезда. Да, доступность въезда. Это единственное, что еще объединяет эту территорию. Потому что если сейчас ввести визовый режим, то после этого там все СНГ развалится. Россия очень активно использует этот инструмент для реализации своих других политических целей. Или Россию использует. Вот, по-моему, где-то был список вопросов на сайте какого-то Таджикистана, что там продлили на три года разрешение на визы. Да, Таджикистан дико зависит от России. У нее 40% населения работает за границей. Это, на самом деле, несчастная страна. Представляете, там 40% практически все мужчины трудоспособного возраста работают за границей. 40% ВВП – это заработная плата мигрантов, которую они присылают к себе в страну, в государство. Это ужасно. То есть, с точки зрения государства, экономики практически не существует. Экономики существуют на деньги, приходящие из России. То есть, это финансовая церковь. Да, страна живет. Живет на деньгах трудовых мигрантов. И тут мы говорим, так, запрещаем. Но, знаете, при этом нам в Таджикистане нужно иметь 201-ю дивизию. Мы хотим перекрывать наркотики из Афганистана. Ну, там, кто-то хочет, кто-то хочет. Наоборот, их гнать из Афганистана. Там есть разные интересы. И поэтому Таджикистан говорит, так, ребята, вы что-то хотите от нас? Ну, так мы от вас хотим. Чтобы вы нас... Ну, мы понимаем, что вы не можете защитить наших граждан Таджикистана на своей территории. Ну, вы хотя бы разрешайте им жить здесь по три года. Не выезжая каждые шесть месяцев за территорию Российской Федерации. И поэтому такой инструмент вот политики на пространстве СНГ, которые используют и Россия, и те страны, которые в этом заинтересованы. От того, что мы там, ну, не знаю, с Молдави, она, по-моему, тоже как-то участвует там в СНГ, введем визовый режим, ну, я думаю, что уже мало чего поменяется. Потому что Молдавия не очень сильно зависит от того, чтобы большинство рабочих сил уехало в Европу. Но, тем не менее, вот это такая политика. Если сейчас Путин там пойдет на поводу вот этого общественного мнения, ведет визовый режим со странами СНГ, СНГ исчезнет. И это будет там крупнейший крах политического проекта, который Владимир Путин там делел все там 12 лет, когда он является лидером страны. Пока у нас есть там интересы, виз не будет. У нас есть интерес в сохранении СНГ. Потому что СНГ это единственная, ну, опора российской внешней политики, хотя бы показать, что мы какую-то роль играем. Что есть государства, которые прислушиваются к нашему мнению, к нашей позиции. Ну вот, различные все-таки предложения по мерам с борьбой с нелегальной миграцией звучат, наверное, каждый день. Вот одно из них принадлежит председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, который считает возможным разработать закон, согласно которому правительство будет обязано ежегодно вносить в парламент предложение по квотам для привлечения иностранной рабочей силы. Я зачитаю вам цитату. Если бы такой закон был принят, то уже не было бы такого своевольного формирования квоты на привлечение иностранной рабочей силы. Я хочу Валентине Ивановне напомнить великую фразу, сказанную лет 200 назад. Я даже не подозрудняюсь, кто ее первым произнес. Что суровость законов российских искупляется необязательностью их исполнения. Видимо, Валентина Ивановна ни разу не пробовала получить разрешение на работу для какого-нибудь своего приятеля из стран СНГ. За не очень большую сумму денег это можно сделать. И никто вас не спрашивает, есть у вас квоты, нет у вас квоты. А еще я хочу напомнить, Валентин Иванович, у нас есть режим так называемой лицензионной работы, что любой иностранец, гражданин СНГ, который имеет право безвизового режима, имеет право заплатить полную тысячу рублей в месяц и работать сколько хочет. Как индивидуальный, практически как индивидуальный предприниматель. У нас есть такая норма. И вот я думаю, что одними квотами здесь ничего не решишь. И дальше вопрос, собственно говоря, даже вы говорите фразы, нелегальные мигранты, а нелегальные мигранты. Они приехали в Россию в полном соответствии с законом. Это вьетнамцы, которые там были в Гальяново, может быть там нарушали, хотя, насколько я прочитал, они все приехали по визам, выданным российским посольством. То есть они все приехали официально по визе. Ну вопрос, ну как, если я даже дальше... Стоп, дальше они нарушают трудовое законодательство. Подождите, нарушение трудового законодательства. У нас в России столько граждан, которые нарушают трудовое законодательство, как работодатели, так и работники. Это следующая вещь. Мне кажется, что вот если всерьез говорить о том, что нужно делать, то я не верю, что российская экономика сможет обойтись без импортирования рабочих рук. К сожалению, демография устроена таким образом, что количество населения в трудоспособном возрасте в России будет снижаться в следующие 15 или 20 лет. И вот ничего уже нельзя сделать. Те, кто будут приходить в трудоспособный возраст в ближайшие 20 лет, они уже родились. Их не будет больше. Да, вот мы знаем там всех, кто родился по состоянию на сегодня. Через 20 лет эти люди войдут в трудоспособный возраст. То есть мы понимаем, мы как статистики, демографы, они могут посчитать. То есть этих людей больше не будет граждан Российской Федерации, которые войдут в трудоспособный возраст в следующие 20 лет. Работать некому. Количество рабочей силы по разным прогнозам, лица трудоспособного возраста, еще не все работают, оно сокращается от 10 до 15% в разных сценариях прогноза. И вот если посчитать, что там, не знаю, это означает, мы прикидывали примерно 3,25% пункта ВВП, минус из экономического роста. Но просто за счет того, что в студии снижается количество рабочей силы. Такие города, как мегаполис, как Москва, они зависят от иностранной рабочей силы катастрофически. Еще Марш Собянин говорит, что у нас есть 2 миллиона трудовых вакансий, которые вообще тоже было бы неплохо, чем кем-то заполнить. Вот такой мегаполис разрастающий. Выгнать всех этих людей тоже не представляю как. Я, честно говоря, не вижу другого способа, как проводить осознанную государственную политику и их натурализация. То есть упрощать условия получения вида на жительство, упрощать условия возможного получения российского гражданства, понимать, что нам нужна вот эта вот когорта, не знаю, от 5 до 20 лет, нам нужно этих людей привлекать. Привлекать их в школу, давать им российское образование, изучить их и обучать их русскому языку. Тратишь на это... Не то, что это огромная программа, которая делает вас в вас за трат. Значит, мы либо решаем проблему, либо мы говорим, нет, пусть у нас вот Берлёва товарная повторяется каждую неделю. Вот выбор, там, Берлёва, Кондопога, что там, Сагра. У нас это будет повторяться. Это же вот... Помните, помните, вот эту пачечку дрожжей? Ее же бросили, она никуда не делась. Она вот там дает и дает результат. И с каждым домом все будет больше и больше. Вот такая химия процесса. Вот либо эта проблема решается за счет затраты государственных денег, государственных усилий. Дальше я считаю, что огромнейшая проблема – это финансовые взаимоотношения с трудовыми мигрантами. Ведь большинство из них не платят налоги на территорию Российской Федерации, а должны были поплатить. Вот если вы им даете вид на жительство, они становятся обязаны платить. Вот попытайтесь, ну, вы как государство, я говорю, попытайтесь разменять их... Вы им что-то даете, облегчаете здесь образ жизни. Вы им помогаете. Но вы так выделяете налоговым резидентам. Конечно, конечно, но хотя бы с них деньги собирайте. Дальше вводите их обязательно в медицинскую страховку. Вы не имеете права пересечь границу. Да, без визы. Но без медицинской страховки вы не можете пересечь границу. Создавайте базы данных компьютерные. Учитывайте этих людей. Смотрите, чтобы они обновляли все медицинские страховки. Не обновляют, ищите, выгоняйте из страны. Да, ну, то есть, вот это, опять, это нельзя сделать за один день. Но должны быть внятные ответы на вопросы. Нам они нужны, или мы без них можем прожить? Вот это же первая развилка. В России есть много политиков, которые говорят, проживем без них, давайте их выгоним. Я, как экономист, говорю, не проживем. Наша экономика рухнет. Она не проживет без этих... Даже по данным Росстата, их 8 миллионов человек. Сегодня работает в России. Это 10% рабочей силы. 10%. Каждый десятый. Я плохо понимаю, как будет работать наша экономика, если из нее 10% трудоспособного населения, тех, кто работает, исчезнет. Ну, честно говоря, складывается впечатление, что пока никто даже толком не представляет, сколько нам нужно мигрантов. Есть ли какое-то число, когда мы понимаем, что вот без этого количества людей мы сейчас обойтись не можем? Аксан, Аксан, это вопрос, ну, на него легко дать ответ. Это вопрос к политикам, которым говорят, вы хотите, чтобы у вас трудоспособное население снижалось в стране в ближайшие 20 лет, или чтобы оно оставалось стабильным? Если вы хотите, чтобы оно оставалось стабильным, то вопрос арифметически. Вы считали и сказали, вот нам нужно в этом году столько, в этом столько, в этом столько. Дальше мы говорите. Мы как, я, не знаю, там, законопослушный налогоплательщик, как гражданин страны, я, конечно, хочу, чтобы к нам приезжали нобелевские лауреаты, там, доктора наук, профессора университетов, люди с инженерным образованием, которые готовы бы, там, бизнесы создавать. Давайте для начала создадим для них какие-то привлекательные условия. Ну, ты говоришь, слушай, у нас судов нету, у нас правоохранительных органов нету, сам ты говоришь про недоверие к полиции. Ну, не приедут они, не приедут, давайте заполняем дешевой рабочей силой, давайте обсуждать, кого мы будем, там, не знаю, посчитали, выяснили, что нам за ближайшие 15 лет нужно 20, я цифру с потолка, вот не отвечаю за нее, я не знаю, 20 миллионов, предположим, человек, чтобы к нам приехали. Дальше решаем, какого возраста. Мы опускаем всех, вот мы облегчаем вот эту натурализацию, мы даем вид на жительство 55-летним или даем только 15-летним, или даем 25-летним, да, то есть вот что нам нужно. И вот так строится политика, квоты, да, вот таким гражданам мы даем преимущество при получении работы в России, при получении вида на жительство. Ну, какие есть? Сейчас никаких не даем, сейчас некий хаотический процесс, да, вот кто хочет, тот и едет. Ну, опять, люди, которые едут, их там трудно, я не могу их обвинять, они едут за лучшей жизнью, они едут за зарплатой, закон им разрешает работать на территории Российской Федерации, и в нынешнем законе они ничего не нарушают. Если они, тем более, они, кому-то платят эту тысячу рублей в месяц, как за индивидуальную лицензию, ну, так вообще. Сергей Алексашенко, его особое мнение, мы сейчас прервемся на новости и вернемся через несколько минут в студию. Я вот как раз сейчас залипла, потому что на меня упала целая пачка смс. Где? Я не слышал, что там потом делится. Не, я не слышал, что там убили. Что, что, что? Нет, 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 что вчера, вчера убили узбека, и, типа, никто не вышел на протест. Да боятся они. Слушай, ну, они же понимают, что если они сейчас выйдут, то это парни. Ну, было там какое-то одно сообщение про нападение на православный храм в центре города, где на несколько людей, как сказал Интерфакс, восточная университет, и ворвались. Нет, но Собянин отметил, что ему известно, кто стоит за руководством. Традиционно упала пачка сообщений о том, как... Как я неправильно понимаю, в виде партии появится что? Нет, как вот я пытался устроиться водителем автобуса, а наняли узбека, который согласен работать на измешними. Например, в таком сообщении. В настоящее время субъекты федерации сами регулируют этот вопрос. Отец Эдварда Сноудена возвращается в США. По словам адвоката Анатолия Кучерина, Сноуден остался доволен поездкой и планирует снова вернуться в Россию. Когда это произойдет, адвокат не уточнил, передает РИА новости. Ранее стало известно, что Лон Сноуден встретился со своим сыном, бывшим сотрудником американских спецмужб, который получил убежище в России. В Лаосе потерпел крушение пассажирских самолетов, он выполнял рейсы из столицы страны в город Пакси и упал в реку Меконг. Погибли 39 человек, сообщает Рейтер. Инцидент произошел при заходе на посадку. По данным местных СМИ, причиной аварии стали плохие погодные условия. В Москве... Свежо. Свежо прямо. Влажность 95%. Еще растят эту овощебазу. Несчастную. Объявили в розыск гендиректора компании-оператора, и принеслось. А за что? Ну просто так, чтобы жизнь много не казалась. Ну даете, да соседняя овощебаза на другом конце города. Ну типа, перевел финансовых потоков. То есть ясно, за что овощебаза к этому делал вообще. Генедиректором компании-оператором. Так. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 не может размещать новые займы. А он, честно говоря, не собирался. У него на вторую половину октября нет планов по заимствованию. Минфин США собирается заплатить очень маленькие платежи до конца месяца по обслуживанию облигаций. Он их собирается, может заплатить за счет текущих доходов. То есть, основной проблемой у Минфина США, если и возникнут, то они возникнут после 1 ноября, когда в начале месяца осуществляются большие платежи, и тогда действительно у Минфина может не хватить денег. Вот это первое. Второе. С точки зрения всего остального мира, и с точки зрения, особенно финансовой системы, вспоминаю особенно кризис пятилетней давности, который начался тоже в США, главная проблема может состоять в следующем, что если Минфин США совершит технический дефолт и не заплатит хотя бы 1 цент купонных платежей по одной из облигаций, то рейтинг облигаций в США может быть снижен. И в принципе рейтинговые агентства могут сказать, ну, типа выборочный дефолт, что по каким-то облигациям может совершиться дефолт. И тут уже тогда вступит в силу закон, другой американский закон, который запрещает Федеральной резервной системе брать в обеспечение дефолтные облигации. То есть сегодня там основная масса облигаций, которые на балансах у банков держатся у американских, они заложены в американскую федеральную резервную систему и под эти облигации получены кредиты. Так вот, риск состоит в том, что ФРС перестанет принимать эти облигации в качестве залога. Ну, я думаю, что политики американские договорятся, то есть они точно меньше всего заинтересованы в том, чтобы мировую финансовую систему начало трясти, и как вот совсем такое решение, простое, которое не затрагивает американский бюджет, это заменить вот это новому закону про федеральную резервную систему, разрешить им брать облигации американского казначейства в залог, ну, даже если они там имеют дефолтный рейтинг, ну, там временно, на три месяца, на год. Ну, в общем, снять вот эту нагрузку на финансовую систему, на риск... Чуть-чуть, это сельфарк. Это не чуть-чуть, это снять огромные риски с мировой финансовой системы, потому что если это действительно случится, то событие пятилетней давности банкротства Лемона Фазерс действительно может показаться цветочками. Да, потому что, ну, объем американского госдолга, там, если я помню, 16 триллионов долларов, и, собственно говоря, там, ну, представляете, там, если выкинуть все официальные резервы, ну, все равно огромный удар по всей финансовой системе. Вот, потом, глядя на то, как сейчас интенсивно пошли переговоры в американском конгрессе, особенно в Сенате, вот, я все-таки ставлю на то, что политики договорятся. Они найдут какое-то решение, оно может быть временным решением, там, может быть, отсрочка на очередные три месяца, или на девять месяцев, или на двенадцать месяцев, но какое-то решение будет найдено, потому что, ну, политики понимают, что для них удар по репутации, если они будут проявлять себя абсолютно недоговороспособными, он будет очень сильным. И риск, там, проигрыша следующих выборов, он резко возрастает. Поэтому я, ну, не могу сказать, что я вообще, как Амел, беспокоен-то, но я понимаю, что тряхнуть систему финансовую может, но я, если я помню правильно, в 2011 году, когда в августе был похожий эпизод, там на какое-то время было теоретическое состояние технического дефолта, там, то ли на день, то ли на несколько часов, и, собственно, именно тогда рейтинг американских облигаций был понижен, там, с тройного А до АА+, по-моему. Вот, но рынки на это отреагировали странным образом, доходности по американским облигациям упали, а их цены выросли. Поэтому вот я пока считаю, что рисовать апокалиптические сценарии рановато. А я хотел вам предложить все-таки это сделать, и поговорить немножко оптимистами. Очень такая вот интересная фраза попала с китайского агентства Синьхуа. Как ни странно, дефолт США будет означать диамериканизацию мира. Что это на практике значит? Помните такой хороший анекдот? Куда он денется с подводной лодки? Ну, в общем, конечно, Китай может диамериканизироваться, но когда у них 3 с лишним триллиона валютных резервов, из которых 2 триллиона с лишним размещены в американских долларах или в долларовых бумагах, ну, куда они денутся? Ну, что в мире в этом можно купить на 2 триллиона долларов? Вот куда они свои валютные резервы вложат? Ну, там, что-то легко ходить. У нашего Центрального банка 500 миллиардов валютных резервов, из них, ну, половина, наверное, да, ну, так очень грубо мы будем, там, плюс 250 миллиардов в долларах. Ну, во-первых, для того, чтобы найти 250 миллиардов в долларах, нужно что-то купить. Ну, там, вот мы точно тогда, если мы решим сейчас, там, наш Центральный банк вдруг решит, там, продать доллары и купить евро, то вот эта мировая финансовая система трехнет так, что мало никому не покажется. Ну, вот Антон Силонов сегодня говорит о том, что если технический дефонт все-таки в США случится, то на российской экономике он не скажется. А я согласен с Антоном Силоновым. Я думаю, что вот, если именно технический дефонт, если вот там как-то несколько дней эта ситуация будет продолжаться, и если не будет никаких ограничений с точки зрения приема американских облигаций в качестве залогов ФРС, российская экономика этого не почувствует. Вообще никак не почувствует. В связи с этим вопрос к вам еще один с сайта радио «Эхомосква». Сергей Владимирович, как вы, как экономист, относитесь к Нобелевской премии по экономике, которую получили американские экономисты, и все это на фоне всех этих страстей по бюджету, госдолгу и техническому дефолту? Ну, к Нобелевской премии экономики я отношусь с большим уважением, потому что действительно она очень важная, очень престижная. Ее, как правило, выручают экономистам, которые добиваются чего-то в академической науке. Сразу хочу сказать, что от академической науки экономики до практической жизни экономики дистанция огромного размера, и порой даже очень тяжело объяснить, о чем они там договариваются. Кстати, один из Нобелевских лауреатов этого года Шиллер... Я напомню для слушателей, что Нобелевскую премию получили три ученых из США, и получили они за эмпирический анализ цен на активы. Да, это Фама, Хансен и Шиллер. Так вот, Шиллер, он на самом деле, ну, вот хотя я сказал, что они все академики, да, он на самом деле человек, который, ну, вот так, в широком округу общественности, там, или финансовое общественное, известно, точно совершенно известно, но другим. Есть известный индекс Кейса Шиллера, это индекс цен на американскую недвижимость. То есть, он помогал создавать вот эту вот огромную, эконометричную, огромную модель, как считать индекс цен на американские недвижимость, с учетом всех штатов, округов, городов и так далее. То есть, вот этот, который там ежемесячно объявляется, официальный индекс цен. Вот этот человек, он сделал другое, не за то же, что он получил на Нобелевскую клейм, но он вот известен, почему этот индекс, он действительно вот такой рабочий инструмент для большинства практических экономистов, которые работают с финансовыми рынками. Если вот говорить о таком практическом, как нашим слушателям попытаться коротко объяснить, то смысл их работы можно свести к следующему. Не пытайтесь обмануть финансовый рынок. У вас это не получится. Он сам вас обманет? Нет, нельзя заработать на финансовом рынке больше, чем обычно, больше, чем средний инвестор, если вы не берете на себя повышенные риски. То есть, никакого шоколада на финансовом рынке не существует. И все, кто вам обещают заработать там миллионные проценты, не знаю, огромные прибыли на Форексе, вложите тысячу долларов, вы заработаете миллиард, это все обман. Легких путей на финансовом рынке не существует. Вот вы, если вы хотите заработать много, вы должны понимать, что ваши риски возрастают пропорционально вашей жадности. Ничем финансовый рынок, вот он не привлекательный, медом не намазан. Не ищите легкого заработка. Не ищите, не ищите легкого заработка даже на финансовом рынке. Хочу еще затронуться в одну тему, которая такая, мне кажется, довольно... С ней очень многие столкнулись в последнюю неделю. Это история с фальшивыми пятитысячными купюрами, когда несколько крупнейших банков отказались принимать специальные купюры за группу фальшиво-маненчиков получила какой-то очевидный внутренний инсайт, что банкоматы крупнейших банков могут понимать купюры, но не понимать, они цветные или черно-белые. И оказывается, достаточно было в определенных местах нанести элементы защиты, и банкомат воспринимал черно-белую купюру, отвечает им на принтере, на простой бумаге, воспринимал ее за настоящую. Но это точно нужно было знать, как устроен банкомат. То есть не важно, какой краской наносился. Вообще черно-белый. То есть просто ксерокс, любой ксерокс, который делал, нужно было нанести элементы защиты в определенных местах. Но при этом кустарный характер прибыли, которые заработали эти 5 или 6, 16 миллионов рублей, позволяет говорить о том, что просто нашей банковской системе дико повезло. Что вот эти 5 человек узнали, и там похоже, что просто повезло. Потому что, конечно, если бы узнали не 5, а 5 тысяч, и пошли бы в один и тот же день во все эти банкоматы, размещенные по всей территории страны, то, конечно, удар бы по нашей финансовой системе был, по банкам. Был бы гораздо сильнее. Но, признаться, удивляет, что так легко это можно сделать. Ну, вот, вы знаете, все гениальное просто. Как выясняется, в большевом мальничестве тоже, да? Причем, ну, они же даже не особо старались рисовать купюры, да? Ну, они просто взяли, на ксерокс отпечатали и наклеили какие-то схемы защиты. Это был Сергей Алексашенко. Особое мнение. Спасибо вам. До свидания. Спасибо. У вас есть право...